Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 36 лет, переехала к супругу в другую страну год назад. По приезду сидела дома с 8-месячным ребёнком, языка не знала, общение было нулевое, адаптация проходила трудно. Просила о помощи и помочь ребёнкам пойти к врачу, к детскому и к женскому. Добилась через 3 месяца только погода к педиатру, к своему так и не попала под предлогом, что у меня всё хорошо. Не принимала участие в воспитании ребёнка, требовала только своё, мои просьбы были игнорированы всегда. Как только я высказывал своё ощущение, гнал из дома, денег практически оставлял только на еду и донина всё хватало. Владимир наших разговоров дал мне понять, что я ему не нужна, что дота не отдастся, я уходила одно. Но я ушла с дочерью в приют, чего уже полгода здесь, но чувство обиды не уходит. Как мне быть? Подскажите, пожалуйста. Как найти силы, начать жить сначала и не огородаться назад? Он ли виноват и в чём я? Что мне нужно исправить? Себе. Действительно, ситуация довольно сложная, мне очень жаль, что вы мне оказались. Я вам сочувствую, я сочувствую там, что вы оказались в такой ситуации. Вот, безусловно, это очень тяжело. В первую очередь хочется сказать, что никого виноватить, да, искать виноватых мы не будем. То есть это вообще не имеет никакого смысла, вот, поиск виноватых и, значит, как бы, кто виноват. Для того, чтобы ответить на вопрос, что именно деструктивного в ваших отношениях, на мой взгляд, нужно проанализировать их. Потому что вы о своих отношениях, по сути, ничего не говорите, вы о своих отношениях, по сути, ничего не рассказываете, кроме только самого необходимого. Того, например, что вот вы, ну, переехали к мужу и сидели дома без сообщения и так далее. То есть, ну, не просто же так, да, отношение вашего мужа к вам, получается, изменилось. То есть, ну, очевидно, что были какие-то предпосылки, не изменилось же, оно резко. Вот. Но для вас такое ощущение, что именно это и произошло. Я не особенно верю в резкое изменение. Я думаю, что я думаю, я уверен в том, что эти изменения происходили постепенно. Но я также думаю то, что вы их по какой-то причине не заметили. Вы не заметили тех изменений, которые произошли. Вы не заметили, может быть, того, как изменилось отношение к вам, вашего мужа. Вы не заметили того, как он начал по-другому к вам относиться и так далее. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это первый и очень важный момент. Второй момент это то, что по моим ощущениям, вы переехали как-то куда-то, куда-то как-то в пустоту, как будто бы. То есть, по моим ощущениям, вы переехали просто, ну, как бы ожидая, да, того, что ваш муж во всем будет вам помогать. А, помогать. Вот. Но это оказалось не так. И получается, что вы по сути уехали в никуда. То есть, вы оказались в полной зависимости от человека. И получается, что вы никак себя не защистили. Откуда это такое доверие? Получается, доверие это безоговорочно к мужчине, который так к вам относился. Вот что странно. То есть, очень странно то, что у вас, получается, было безоговорочно доверие к тому, кто вас, получается, ни во что не ставил. Это очень интересный, как мне кажется, момент и напоминает это, честно говоря, созависимые отношения. Напоминает это механизм слияния, то есть, когда человек старается слиться вот с другим человеком, да, и, ну, образовывается с ним что-то вот вроде такого, знаете, единого целого. Опять же, не знаю, как на самом деле, но такая вот история. Если говорить о том, что подконректировать вам, себе, то я бы, пожалуй, сказал бы, что самооценку своей интересы, личной границы, и ценности. Вот. Потому что ключевой момент здесь заключается в том, на мой взгляд, что вы хотите быть кому-то нужным. Но вот ключевой вопрос, а нужны ли вы по итогу сами себе, вот этот вопрос остается открытым и не решенным. Потому что есть у меня такое ощущение, что вот себе самой вы как будто бы особенно-то и не нужны. Вот. Вот этот момент нужно разбирать. И чем более подробнее, тем лучше. понимаете, да? Какая штука. Вот. Как-то так. Как-то так я вижу эту ситуацию вашу. Вот. И, конечно, здесь есть вективное поведение, то есть поведение жертвы. Вот. Но вас за это никто не винит. Вот. Другой вопрос, что нужно его корректировать, вот, чтобы больше в такие истории не попадать. Вот это уже вопрос психотерапии. Как вопросом психотерапии остается момент ваших обид. То есть то, что вы чувствуете на человека обиду, говорит о ваших ожиданиях. Вот. Что у вас были ожидания, ну, по отношению к нему. А ваши ожидания – это ваши желания, но только вот ответственность. За них вы приложили на него. Я имею ввиду, ну, на мужчину приложили. Ответственность. Вот. И во всем стали опираться на него. В этом и заключается основной момент. Собственно, отсюда все ваши трудности. Почему обиду-то? Потому что вы впали в зависимости от человека. Вот. От него стали зависимости. А выстроить такие отношения, где эта зависимость не уничтожила ваши личные отношения, вы не смогли? Возникает вопрос, да? Ну, логичный, естественный вопрос. Почему? Почему не смогли? Что помешало? И ответ кроется в том, какого рода отношения вы выстраиваете с человеком. Ну, вот буквально. Что это за отношения? Какие эти отношения? Ну, вот. Что это за отношения? Это очень важная история. Вот. Потому что, если вы выстраивали свои отношения только на гендерных основаниях. Вот. Вот именно. Только гендерные основания. Только мужчин и женщин. Вот. Спасите. Что вот в таком случае нет ничего удивительного в том, что мужчина как-то почувствовал, что выполнил его власти. Вот. И ваша ценность для него упала. Ваша ценность для него снизилась. Вот. Так что нужно смотреть, как вы относитесь к себе. Смотреть, как вы позиционируете себя как женщину. Смотреть, как реализуется это позиционирование. То есть, как конкретно вы реализуете свое позиционирование. Вот. И на каких основаниях выстраиваете взаимоотношения с мужчинами. Вот. То есть, что это за основания. Вот. Какие они. Ага. Что из себя представлялось. Да? Вот. Вот. Как-то так. Чувства, которые вы сейчас испытываете. Нормально. То, что вы пережили, является травмой. Ну, психологической травмой. И ваши чувства, такие как обида, например, необходимо помочь вам прожить. Вот. А сделать это лучше всего со психологом. Поэтому обратитесь либо к психологу, который есть непосредственно там, где вы находитесь. Либо выбираете эксперта на нашем сайте и начинаете индивидуальную работу. Вот. Я думаю, что особенно долго результаты ждать себя не заставят, потому что эмоции скорее всего вас, ну, бьют через край. Вот. Только вы их вот подавляете. Вот. Попробуйте опредметить свою обиду сейчас. Да? Т.е. Вот. Вот. Буквально ее опредметить. Т.е. Спросить себя вот что, в чем корень моей обиды. Что меня больше всего задевает. Вот. Что меня обесценивает. Это. Я сама себя обесцениваю. Или это другой человек делает. Если другой человек, то как? Если вы, то тоже как? Так. Вот. Для такой сложной, на мой взгляд, ситуации, вы довольно мало доставили информации о ней. Вот. То есть, ну, буквально, вот какие-то такие сухие факты, которые, к сожалению, местами, да, напоминают, ну, ну, как бы просто жалобу вашу на мужа, вот, за то, что он не соответствовал в вашем ожидании. Вот. Такая вот история. На этом все. Я желаю вам всего доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Вот. Всего вам самого хорошего. Обращайтесь. Обращайтесь. Обращайтесь.